Почему вы не можете отработать весь европейский тур в одной обойме с Мегадесс? Потому что уезжаем домой на праздник Хэллоуин. И это главная причина? Да. Для вас настолько важно выступить дома в Америке на Хэллоуин. Хотите устроить балл маскарад под кис? Да, оденусь по Дейс и Фрейли, нажрусь, позову на праздник всех своих друзей, выйдем на улицу популять фейерверки. Честно. Да, мы занимаемся этим ежегодно. Это же наше любимое время года. Ты мне вот что скажи. А твои друзья иной раз не удивляются тому, как ты живешь, тому образу жизни. Из-за того, что вы постоянно гастролируете, наверное, это затрудняет общение с друзьями. Да, считав за междугородние переговоры, это отстойно. Поздравительные открытки приезжают домой вместе со мной. Дело в том, что настоящие, не фальшивые друзья никогда тебя не бросят. Приезжаешь с турне и в компании друзей импровизируешь, устраиваем джемы, потом возвращаешься в тур, пригласив корешей из дома. Продолжаешь кого-то жестоко стебать. Это прикольно. В этом плане я ничего бы не стал менять. Меня все устраивает. Вы удачно отыграли в России. Я побывал на фаундейшн форуме и посмотрел там фильм, снятый на том российском концерте с вашим участием. Сами-то этот фильм смотрели? И если да, насколько понравилось? Да, смотрели. Прикольно. Там прекрасно показано насилие, творимое над концертной массой. Мне данный фильм показался очень интересным. Прежде всего, откровенными сценами мордобоя. Вот смотришь на такое и понимаешь, во что вообще вписался. Концерт в коммунистической стране. В стране с экстремальным коммунистическим режимом. Концерт, сметающий барьеры. Грандиозное рок-мероприятие на оскоках поверженного правительства. Концерт, дающий понять, что в этой стране полиция и армия продолжают стараться все держать под своим контролем. А пацаняги в толпе бухают, веселятся, оттягиваются. Но в определенный момент драки и беспредел порой просто неизбежны. Я подумал, что это все реально стоит показать этому миру. Ну а так, это же все-таки музыкальное видео, поэтому в нем надо и музыку показать. В этом плане все хорошо получилось. Я так считаю, все было классно. А по ходу того концерта вы понимали беспредел, творящийся в толпе? Не пытались как-то устаканить сложившуюся ситуацию? Нет, по ходу концерта мы практически ничего не видели. Все потому, что когда играешь перед такой бескрайной аудиторией, просто офигеешь от всего происходящего. Перед тобой натуральный людской океан. И ты принимаешь это как данность, как факт. Весь этот беспредел в толпе понимаешь уже потом, а после. После концерта, когда представители лейблов начинают удивляться, сколько человек пострадало в этой толпе. Они истекали кровью, а полиция кого-то мудохала почем зря. Мы смотрели выступление Металлика и видели, как ребят мутузят в толпе. Орудуют здоровенными дубинками. Резиновой дубинкой хрясь по ногам. А потом сверху по башке. Бутылки в полете. Осколки стекла во все стороны. Мой последний вопрос о той записи, которую вы сделали с Робом Хелфордом. Я имею в виду песню «Свет рождается из тьмы». Как сложилось данное сотрудничество, вернее его продолжение? Что-то я не просек, о чем вопрос. Прошу прощения. Он вам сам позвонил? Он позвонил нашему менеджменту, а они с нами связались. Эй, ребятки, Роб хочет, чтобы вы ему компонировали. Мы согласились ему подсобить. У нас уже был с ним разговор, и он говорил, что хотел бы записаться с нами сольно. У нас удачно выпало три выходных. Я отправился в Дисней Уорд. Сыграть роль Микки Мауса? Точно. Роб прислал мне по почте четырехтрековая дема. Одну мелодию. И я начал над ней активно работать. Мы установили барабаны, собрались и поиграли. Роб прилетел к нам на следующий день. Мы отправились в студию в Далласе. Записали эту песню очень быстро. Все гитарные партии, басы, все остальное. А на следующий день он записал вокальную партию. Потом мы записали гитарное соло. Тут и Фил в студию потянулся и подпел в концовке. Все было готово. Могу сказать, что я чуть голос не сорвал. Пропить целых пять минут, такая тяжелая работа, вогнала меня в жуткую депрессию. Хорошо, большое спасибо за интервью. Сейчас вам пора идти разогреваться. Огромное спасибо и удачи на сегодняшнем концерте. Спасибо. Минуточку. Перед вами безумный профессор с самой прикольной прической в рок-н-ролле. Еще увидимся.